Здравствуйте, друзья! Как вы могли заметить, на YouTube уже достаточно много роликов о том, как крепить ламинат на стену, как обрамлять разные узлы примыкания. Но сегодня я хочу рассказать вам, как сделать парящий ламинат на стене. Интересно? Поехали! И начнем, пожалуй, вот с этого места. Если вы также, как и мы, используете два разных уровня ламината на одной стене, то начинать следует укладку с первого уровня, то есть тот, который будет глубже. В данном случае примыкание к стене у нас выполнено из алюминиевого профиля. Это самый обычный алюминиевый профиль для укладки кафелей керамогранита. Все, что вам нужно, это взять экземпляр плашки ламината, узнать ее толщину и взять необходимый профиль по толщине, так как он имеет разное посадочное место. Итак, что мы имеем? Поставили алюминиевый профиль и шаг за шагом, плашечка за плашечкой начинаем крепить ламинат к стене. И пару слов о том, как крепить. Мы крепим двумя способами крепления и используем их всегда в паре. Первое, это клеевой способ. Самые обычные жидкие гвозди. Единственный момент, стоит обратить внимание на то, что жидкие гвозди нужно использовать эластичные. То есть, те, которые после высыхания дают небольшие подвижки, дают возможность ламинату совершать небольшие подвижки, так как все-таки ламинат в период смены влажностных характеристик в помещении может давать либо усадку, либо расширяться. И поэтому, для того, чтобы жидкие гвозди не отклеились от стены, потому что от ламината они вряд ли отклеятся, в данном случае стена выступает как более слабый материал. Нужно использовать жидкие гвозди, которые после высыхания остаются эластичными. После того, как мы уложили первый слой ламината на эту стену, мы уже определились, как мы его клеим. Дальше у нас идет переход уровня. Как он здесь выполнен? В данном случае мы поставили брус 40х40. К этому брусу с торца прикрепили алюминиевый профиль светодиодный. На брус, то есть сделали обрешетку примерно с шагом 40 см. И брус этот полностью обшили фанерой. Для того, чтобы у нас ламинат имел полностью везде под собой точку опоры, чтобы он не прогибался. Чтобы мы могли равномерно распределить клеевую нагрузку. И в целом жесткость стены она также увеличивается. Ну что ж, друзья, давайте пробежимся. Вот, значит, мы подошли к началу укладки. Поставили алюминиевый профиль. Сделали укладку на стену. Далее к последней плашке вплотную подошел брус. Вы его здесь не видите, потому что его прикрывает профиль алюминиевый. А рядом с профилем у нас там тоже кусочек ламината. Вот сантиметр. Сантиметр вот это расстояние между профилем и вторым уровнем. Мы туда полоску ламината вырезали и наклеили. Дальше у нас начинается второй уровень. Через опять-таки алюминиевый профиль. И заканчивается это все точно таким же алюминиевым профилем. В стене выполнена установка розеток. Это прикроватная стена. Здесь будет стоять кровать. Вот так это все выглядит. Также на этой стене установлен кондиционер. Стена получилась очень жесткая. Несущая, я бы даже сказал. Поэтому на нее без проблем можно повешать и кондиционер, и все что угодно. Вот такая получилась конструкция. Сейчас я вам покажу еще один вариант обрамления ламината. Первый вариант это на алюминиевых профилях, которые используются для укладки плитки. Второй вариант это на пластиковых уголках. И сейчас мы переместимся на другой объект. И я покажу вам, как там мы сделали это обрамление. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Делайте свои ремонты красивыми. Делайте свои ремонты индивидуальными. И будут у вас красивые индивидуальные ремонты. С вами был Коньков Николай. Продуманный ремонт. Пока.